I have ways of blowing things up. Давайте подарочек откроем. А, этот долго будет открываться. Хорошо. Заодно пока что расскажу вам, что происходит. Это Snowman Simulator. И это игрушка, в которую мы с котом залипали очень долгое время. Но очень давно. Я сюда не заходил, наверное, года два. Если я скажу года два, я, наверное, не ошибусь. Она, в принципе, не особо-то занусловатая. Мы собираем снег. Это, в принципе, наверное, гринделка, можно ее назвать. Да, мы собираем снег. Этот снег у нас потихонечку складывается в снеговика. Снеговики у нас вырастают до неимоверных размеров. Примерно как вот этот вот снеговичок рядом с нами. Но тут происходит еще куча разных приятных мелочей. Тут просто приятно находиться. И как-то одно время это была наша зимняя атмосфера. Мы приходили сюда просто, чтобы насладиться началом зимнего периода. И вот я вспомнил про эту игру сейчас. Давайте как-то... Санки. Оп. Для быстрого передвижения. На передвижение становится на санках слишком быстрым, к тому же на них можно летать. Ну, по крайней мере, мы их получили. Можно стрелять вот этих вот мелких мишек. Я пока что этого делать не буду. Давайте мы поскатываем немножко снеговичков, посмотрим. О, раньше они так быстро, по-моему, скатывались эти шарики. И они то ли что-то подкрутили, то ли что-то такое. Так вот, ребят, это место не для того, чтобы... Тут прям во что-то прям сильно такое играть. Тут вон Egg Hunt, который я пропустил, и который тут явно с весны. Это еще к тому же, что я сюда давно не заходил. Но дело в другом. Так, Power... Теперь и пока что... На Egg Hunt я пока тоже заходить не буду. Ну, давайте постоим, поразворачиваем коробочки, которые нам тут предлагают. Вот, нам надо будет пойти скоро, наверное, начать снеговичка. Вылепливать конфетки нам туда. И, кстати, о том, что появилось. То есть, мы сейчас зашли не сколько играть, а сколько немножечко насладиться предновогодней атмосферой. О, это что-то новенькое. Fabled, Open One, это за две... А у меня столько нету. Два ляма, 350 серебра, у меня столько нету. Ну, и как бы нормально, ладно. Мне это не особо напрягает. Тут мы можем пройти. Конфеты, конфеты можно... Ой, красные конфеты можно сдать. Давайте. Немножко золота нам даст. Ну, и давайте зеленые тоже, что ли. Отлично. Тут злые снеговики. Смотрите на... На вот этого снеговика. Смотрите, тут, по-моему, миллион этажей у него уже. Хочу такого же. Так, ну-ка, откроем подарочек. Стало прикольно. Ну, вот этих подарков раньше не было. Вообще, подобавляли много разных вещей. По-моему, это последний вруб, который мы сможем сделать. Не, спасибо. Раньше можно было вот просто ходить вот так вот собирать эти конфетки. Вот, но... Сейчас еще и подарочки добавили. Нет, стой, возьми. Спасибо. Тут сани, которые можно покупать. Погодите, новые. А, за 55 тысяч всего лишь, кстати. А в Чупы нет. Давайте возьмем 55 тысяч немного. А эти уже 245 тысяч стоят. Ну, смотрите, они какие-то, типа, как хот-род с движком и все. Но мне не нравится. Мне нравятся вот эти вот рождественские, новогодние. Какие бы они там ни были. Так, больше мы набирать не можем. Нам нужно скинуть. Давайте тогда откроем вот этот подарочек. На медведей агриться мы не будем. Красного 1400. Нормально. Итак, вот наш домашний снеговичок. Вот, нет, не реберс, а вот сюда. Ага. Вот таким образом мы зарабатываем серебро. Скидывая. Итак, что у нас получилось? Давайте посмотрим, сколько... Получилось довольно неплохо. А как там... Блин, по-моему, раньше же можно было... Или когда снеговик готов, на него можно забраться. Давайте зайдем глянем Экхант. Что нам тут предлагают? Нам предлагают... Най... Найти. Ну-ка. Ха-ха-ха. Я спрятал все яйца. Как быстро ты их можешь найти? Погодите, ты еще и на таймер. Вы офигели? Шифтовать я тут не могу. Наверное, стоило бы тогда летать на санках. Хе-хе. Раз уж такие дела. Бонус. О, вижу яйцо. А сколько их должно быть? Серьезно. Блин. Знаете, что я сейчас вспомнил? Помните Экхант и Вент там 18-19 года? Ну, кто из вас в них участвовал? Было классно. Очень жаль, что, например, в этом году точно не было Экханта. Да, по-моему, в прошлом году тоже, что, блин, тоже его не было. Хочется чего-нибудь такого. Тогда было прикольно. Мы ввели трансляции. А я знал, что все это спрятано. Так, два. А сколько у вас должно быть? Не подскажете? Яйца, яйца. Ну, тут помимо яиц, это же какая-то отдельная вселенная. Ну, не то, что вселенная. Тут помимо яиц должно что-то еще происходить. Поэтому вот те крутящиеся камни, они, скорее всего, чего-то другого. Но меня волнует другое. Я пришел насладиться зимней атмосферой и пошел в тропические джунгли Экхантить. Ладно. Немножечко еще тут поторчим, посмотрим, как оно, что оно. Там наверх не забраться? Нет, не забраться, ладно. Народ, кто еще здесь не был, кто не знает этот режим, кто не знает эту игру, дам вам такой совет. Подождите, пока настанет глубокая ночь. Ну, когда уже реально все вокруг будут спать. Вот. Вон вижу яйцо. Зайдите сюда. Выключите свет. И просто насладитесь атмосферой, которую дает этот режим. Не обязательно гриндить, не обязательно проводить здесь прям много времени. Побудьте здесь полчасика. Честно, вам понравится. Мне кажется, что прям вам зайдет. Потому что... О, я вижу. Я вижу. А сколько ты их попрятал, Карл? О, вон вижу. Блин, я думал, их там будет штучек пять. А их тут понапрятано. Вон сколько. Ну, с другой стороны, интересно искать. Вопрос, можем ли мы найти все. Вот. Ну, я не зря там в эту смотрел. Оно... Значит, здесь. Они светятся очень ярко. Главное за карт не вылететь. Светятся очень ярко. И после них немножечко теряешь... Ну, не то чтобы теряешь зрение, теряешь агентацию, куда дальше направляться. Так. Это я тут забирал в дупле. Кто тут одуплился уже? Ну-ка. Сюда. Ах, ты ж, ежика, кусок. Тут можно и здесь лазить. Ну, хорошо, хорошо. Я тебя понял. Мы уже близки к тому, чтобы завершить полный круг по этой карте. Да-да-да, спасибо. У меня такое ощущение, что яиц могло остаться два или три. Конечно, самым простым было бы пойти и найти информацию. Я уверен, что этой информации уже куча. Если это аггхант, то он тут уже полгода, если не больше. Ну, я хочу немножечко побегать сам. Опа, нашлось. I see you. В самых неожиданных местах. Ты знаете... А что делать... А, вон, вижу. А что делать... Как достать щеткой в труднодоступные места, да? Нету у меня зубов в труднодоступных местах. Да, суточки за 300 пошли. Ах, что поделать? Как-то записываешь Roblox. Еще не до такого дойдешь. Кстати, ребят. Те, кто смотрит Roblox и такие говорят, а что ты пишешь Roblox, а не что-то другое. Ну, вы же его смотрите. Я его пишу. Ну, я его пишу еще, потому что мне интересно его писать. И, собственно, он у нас с начала канала. Поэтому никакого убывания Roblox не будет. То, что иногда пропускаем серии тут и там, это не означает ничего плохого. Вот. Бывает такое, что у меня дела, и я не могу уделить должного времени записи тех или иных видео. К сожалению, мне бы очень хотелось бы, чтобы у меня всегда было время на все записи. Но реальную жизнь пока что еще никто не отменял. Поэтому иногда получается так, что пропускаем серии. Но это не значит, что Roblox у нас стал отходить на второй план и что его не будет. Сколько тут этих яиц? Кто мне скажет-то? Почему нет счетчика? Вижу еще одно. Хочу, блин, это плохо прозвучит, но хочу счетчик яиц. Но я их уже много собрал. Ну, серьезно. А, вон еще. Я уже, по-моему, позалазил тут везде, куда только можно. При произнесении этих слов я каждый раз нахожу какое-то новое яйцо. Вот тут-то там. Знаете, я себя сейчас защищаю. Самое странное, что я себя ощущаю, как в Табс. Вот там, когда исследуешь карту, там столько за корлючек берешь. Вот вид полета или от третьего лица. Ну, под мостом, конечно, под мостом. Вот. И... Оп. Мухоморское яйцо. А их прямо тут накидали много. Смотрите. Их прямо не пожалели. Этих яиц кинули. Прям гроздьями. Так, а вот... А, я так и не знаю, к чему это пока что. Ладно. В домах. Извините. Не заново же, я надеюсь. А, вот счетчик яиц. Окей. Окей, окей, окей. Я понял. Да черта, еще не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще десять. Здрасте. А как? А что? А вы что? Так нельзя. В смысле, еще десять? Я нашел все. Я думал, что еще где-то одно, два. Они такие, ну чувак, ну еще десять. Видимо, где-то наверху. Вот, если наверху, вот это не очень красиво будет. Со стороны разработчиков. Так, ну они же светятся, типа их ночью должно быть искать удобней. Офигенный новогодний выпуск у нас получается, да? Ну, предновогодний. Пришли полюбоваться на снеговиков, пошли яйца искать. Ладно, знаете что, ребята, я сейчас еще кружочек накину. Буду отсюда выбираться, потому что реально пойдем лучше снеговиков покатаем. Я сюда потом вернусь. Еще полапают... Оп. Этот... Нет, мне показалось, что там что-то видел. Еще тут полапают всякие кусты-заросли. Надеюсь, найдется еще что-то, потому что... Я уже много собрал, бросать сейчас не хочется. Ну, не прямо сейчас, а вообще. Что-то же дадут интереснее. Блин, а вдруг, знаете, где-то шляпу дадут. Ну, по-настоящему, как раньше в Экхантах было. Хочется. Вот этим парочку парковочек. Еще осталось. Так, это не проблема. Тут я вроде как забирал. Ну, начинается. То есть до этого они легко попадались на глаза. А последний надо будет, наверное, прямо выискивать, выискивать. Я уверен, что большая часть тех, которых я сейчас не вижу, это нужно будет где-то что-то пропаркуривать по деревьям. Или еще где-то, чтобы их найти. Потому что, ну, что-то как-то слишком. Сюда же я уже забирался. Да. Ну-ка, если... Ну, ладно, с другой стороны. Так, тут нету. А любой домик меня, получается, выводит отсюда. Или только один домик. Вот, и яйцо. Нет, и не яйцо. Слишком маленькое для яйца. Че-че-че тут? Ничего тут? Показалось. Показалось. Тут я собирал. Поднос том я собирал. В озере. За озером. Камнями. Между камней. В складках местности, как говорится, да? Так, там нигде нету. Интересное кино. Ладно. Че-то там потихонечку топаем на выход. А, ну. Погодите, а как? А что? Да? Ага. Красная рыба. Ладно, ладно, ладно. Это я тоже понял. Потом глянем. Без проблем. Значит, эту штуку как-то можно открыть. Если ее можно открыть, значит, туда можно зайти. Ага. Прикиньте, какие выводы. Ах, выводы просто железные. Все, чувак. Да, ты выиграл. Я не могу найти все. Пока что. Но я вернусь. Поехали обратно к снеговикам. Хух. Экхант. Добавить снеговику. Мне нечего добавлять. Пойдемте катать снег. А, кстати, снег, по-моему, можно было даже... Да, да, да. Можно прямо у себя на базе катать. Смотрите, вот так вот делаешь. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Это прикольно. То есть, прямо здесь же его можно скатывать. Замороженное ледяное яйцо. Я не думаю, что оно как-то связано с теми яйцами, которые нам надо. Прикиньте, а если нужно 10 здесь найти? Хотя вряд ли. Откуда у меня жизни убавились? Извините. Ладно. Собираем пока что подарочки. Все полезно, что в рот полезло. Вот, в общем-то, ребятушки, получается, что у нас сегодня первый выпуск из предновогодней серии. Я хотел, чтобы он был таким вот снежным, ярким. Опа, это я заберу. Не обязательно, чтобы он был каким-то важным. Важно, чтобы он... Важно. Важно, чтобы он был в тему. Для того, чтобы прочувствовалось вот это вот новогоднее волшебство. У нас тоже выпал снег, у нас все хорошо. Настроение обалденное, на самом деле. Новый год скоро, новогодние праздники. Наконец-то они стали ощущаться. Так что, ребятушки, хочу, чтобы вы тоже почувствовали... Вот это вот... Уловили вот эту нотку предновогоднего счастья. Вот. Если не радоваться, то зачем жить? О, привет, дружи... А, это ты мне подарочек приготовил? Спасибо, снеговичок. Огромная конфета. Слушайте, дружище. О, ты вот и будешь моим сегодняшним... Этим... Спасибо. Ты будешь моей превьюшкой сегодняшней. Ладно, ребятушки. В общем-то, немножко походили по снегу. Да, походили еще немножко по джунглям. Но я надеюсь, что вот это вот предновогоднее настроение вас коснется. Или уже коснулось. Если да, пишите в комментах. Я буду рад это слышать. Все будет нормально. Этот год не был простым вообще ни для кого, по-моему. Но в следующем году точно будет все нормально. Я это знаю. У меня есть инсайдерская информация. Вот. Вот, видите, даже снеговичок со мной согласен. Поэтому дальше все будет классно. Ну, пока что, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-побра. Все молодушек. И всех с наступающим. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok